привет я алекс и сегодня у нас очередная поломайка принесли вот такой красивый ящичек нет гир когда-то 10 лет назад это была самая крутая из точек доступа 2 диапазонная но 10 лет прошло и что случилось она умерла хотя кажется но вот умирать то тут нечему симптомы простые он даже не включается сейчас откроем и посмотрим вечно очень простая тут ломаться то нечему нет gear модель 3700 ну вот общий вид не буду вас мучить картинами разборки вроде бы все на месте но если присмотреться наши любимые электролитические конденсаторы вверх вспух и у этого тоже вот 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 эти крестик такой выпуклый получился горкой еще оба домиком вот они так не должно быть это значит уже все померло это в цепи питания ну вот поэтому он совсем не работал раз два еще раз посмотрим поближе вот-вот-вот должна быть совершенно плоская верхушка я даже фирма такое не знаю ну вот остальное вроде вот все живое и радиаторы хорошие нигде нет грязи особыми вот раз два три 4 это оно поставил стойку и сейчас будем пытаться снять конденсаторы это разбаечный пистолет температура 340 жужжит никакой реакции попробуем наканифолить самая большая проблема вот таких плат это то что используется бессвинцовый припой это конечно круто и экологично и все такое наверное кто бы вообще думал куда денется но температура плавления припоя высокая и работать с такой платой неудобно в домашних условиях ремонтопригодность низкая вот опять вот и ничего почему нельзя поставить еще больше температуру да потому что начнут оцениваться дорожки ну-ка еще разок я никак к счастью это не многоножечная микросхема всего лишь конденсатор всегда есть крайний случай это просто отрезать его с той стороной и по одной ножке вытаскивать не получилось попробуем второй может просто там что-то не то и они плавятся видно даже даже если он начнет плавиться вот с самого верха там где паяльник приставлен внутри глубине все равно не сможет ну-ка уже долго держим вот ничего не меняется как бы вот так и есть еще способ я попытаюсь разбавить припой без свинцовый обычным припоем и тем самым опустить температуру плавления по сожалению у меня здесь нет сплава разве ну вот не продают его у нас заказать не помогает тут еще и полигон большой земли гэнда на нем замерзает припой еще раз попробуем ну вот что то уже видно да плавится уже лучше намного тоже сразу плавится уже сразу плавится уже сразу плавится еще раз отсосом его в результате вот что напаялась то сверху убралась так снял конденсатор сейчас померяем 131 микрофарад ESR мертвенький а это у нас то что было 131 микрофарад 470 должен быть то бишь мертвый он совсем почти совсем и поставим мы вот такой не чекон из какой-то материнки и чеконы вообще я не знаю ничего лучше тут все просто белым минус вон там белая полоска и втыкаем и втыкаем вошел сойдет ну и сейчас его запаять как обычно всегда канифолим без этого не едят на полигоне быстро замерзает припой надо паяльник паяльник давно менять но как-то вот вроде этого сойдет проблема большого оборудования всегда в том что его надо доставать вот лежит большой осциллограф так я им раз в два года пользуюсь а маленький под руками постоянно лежит большая паяльная станция но доставать проще этим ткнуть ну и хватит для красоты так и быть так и быть ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спирт, щетка, все как обычно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еще спирт, еще щетка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чистить место пайки полезно еще тем, что может быть очень-очень тоненькая сопля из припоя, которая будет кратить, а щетка, если дорожка будет совсем тонкой, ее просто порвет. Посмотрим, что покажет выпаянный конденсатор. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опаньки. Восемьдесят три микрофарада. Восемьдесят три. Посмотрим, что на нем написано. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Видите? Четыреста семьдесят. Хе-хе-хе. Да, умер. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А сейчас посмотрим, что покажет. НИЧИКОН. О, пятьсот семь. Это то, на что я буду их менять. Номинал указан четыреста семьдесят. Вот он. Почему пятьсот семь, а у них допуск десять процентов. Так что десять процентов это почти пятьдесят. А тут пятьсот с мелочью. Нормально. Больше, не меньше. Ну и впаять его. И вот все тоже самое. Белая полоска к себе. Шнуровкой наружу. Все как надо. Вот. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот оно, как обычно, канифоль. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рядом светодиоды. Их лучше не заляпывать. Побольше туда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все. Все красиво. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спирт. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, не огурец, а щетка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А меня часто спрашивают, что за спирт. И за пропил. Обычный изопропил. 97%. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рядом стоящие. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот они. И, как вы помните, распаячный пистолет не помогает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Старый простой дедовский способ. берем паяльник и по одной ноге выпаиваем но само собой тугоплавкий припой сначала канифолим на жале паяльника есть припой чтобы разбавить этот вот нехороший с той стороны я в это время просто тяну наклоняю компенсатор нога уходит то же самое с той стороны в этот момент наклоняю его чтобы ножка выходила вот вышел все вот он второй теперь надо освободить дырку обычная иголка втыкаю с той стороны и грею проще не бывает иногда то же самое пытаются делать спичками деревянными палочками зубочистками при такой температуре дерево обгорит практически сразу а у нас сейчас температура 360 вот все вот оно вот торчит теперь ее только вытащить обратно все и вставить в другую дырку показалось прошла вот 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 убираем еще дырка что-то оно тяжело идет то ли дырка меньше то ли иголка располнила то ли просто припой много собралось сосудка торчит давай сопротивляется еще раз так 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 все последнее дырки свободны так упс ничего не находит 36 в парад это емкость моего щупа не практически а точно да 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 второй ну не может быть и второй мертвый вот так то ну конечно важные детальки не работали понятно вот и мертвый конденсатор вот 470 а он ноль он пухлый какой и даже сопля видна вот это вот это не ржавчина алюминито не ржавеет вот электролит на дырки у нас уже освободились и их почистили иголкой тут то же самое белая половинка круга это минус полоска на корпусе конденсатора еще один туда же есть вот у нас новые встает у нас новые с встает у нас новые Без канифули нельзя. Ну и вперед с песней. И после того, как я все это сейчас напаяю, я обязательно их буду еще раз проверять под микроскопом, ну потому что лучше два раза перепроверить, тем более есть на чем. Такие вот места с большими полигонами, они могут плохо пропаиваться и лучше убедиться еще раз, что так видно плохо. Глаза-то уже не те. Вот тут что-то надо, ну сейчас микроскоп поможет. Кусаем. Кусачкам уже 4 года, они как-то уже чуть-чуть неровные. Тоже пора менять. Китайские за какие-то там то ли 2, то ли 3 евро. Надо было взять сразу десяток. Ну а теперь сборка. Не буду я вас мучить долгой сборкой. Ольга. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok